Уважаемые коллеги, я рад представить новую программу профессиональной переподготовки цифровизации бизнеса «Прикладные IT-решения». Со мной собеседник Алексей Кислов, руководитель подразделения «Развитие практики ERP» компанией 1С, я хотел бы начать с первого вопроса. Алексей, вы публичный человек, вас многие знают, но какой ваш профессиональный опыт цифровизации предприятия, если можно, еще раз сообщите. Здесь фирма 1С – это не стартап, нам больше 30 лет, больше половины я вместе с компанией занимаюсь разработкой, развитием нашей практики ERP-решений. Мы с коллегами агрегируем опыт нашего большого партнерского сообщества, анализируем проекты, применение тех или иных инструментов системы с целью дальнейшего развития набора типовых инструментов, которые могут быть действительно высокоэффективны в части задач цифровизации сегодня и в перспективе последующих лет. Мы разработали огромное количество методической литературы, мы разработали целый ряд курсов и сегодня мы хотим наш опыт, который был наработан за долгие годы, преподнести для слушателей нового курса. Для кого предназначен курс «Цифровизация бизнеса?» С одной стороны, данный курс будет полезен тем, кто занимается IT профессионально, то есть работает в какой-то IT-компании, то есть для слушателей очень полезны будут навыки понимания тех инструментов решения фирмы 1С, которые в текущий момент времени есть. Важна будет задача доработки программирования, то есть без этого никак, ну и плюс теория, которая связана и практика в части управления проектами. Это как для IT-специалистов внутри компании, так и для IT-шников, кто занимается оказанием таких услуг. Ввиду того, что компания 1С имеет очень большой опыт преподавания и продвижения своих продуктов, мы говорим о том, что это совместный продукт, который подготовлен на высшей школе бизнеса, и компания 1С, и университет высшей школы бизнеса обладает громадным опытом, а в чем уникальность этого нового решения для российского рынка? Обычно традиционный подход к организации курсов заключается в какой-то очень узкой предметной направленности, то есть есть курсы, где учат разработчиков, есть курсы, где учат специалистов, которые будут эксплуатировать системы, есть курсы, которые направлены на задачи управления проектной деятельностью, есть курсы, которые предназначены для конечных пользователей системы. Уникальность этого курса в том, что мы попробовали вместе собрать лучшие практики использования решений, разработки решений и практики управления проектами внедрения. Уникальность заключается именно в том, что мы сможем последить всю цепочку, то есть от обычной практики применения, доработки и внедрения комплексных современных цифровых систем. Собрав воедино опыт университетской бизнес-школы, собрав опыт практиков, что в итоге все-таки в продукте получилось больше? Я считаю, что здесь идеальный баланс. Можно представить себе специалиста, который обладает некой теорией, но не может применить ее на практике, он ни разу не пробовал. Здесь идеальный баланс, с одной стороны, мы имеем как теоретическую базу, очень мощную, системно выверенную. Так и самостоятельное задание, когда человек прочувствует саму систему, сам инструмент, он сможет разработать свой собственный кейс, выбрать некое предприятие, решить какие-то задачи, связанные в том числе и с доработкой системы. Уникальность заключается еще в том, что и теория, и практика позволяют будущему специалисту получить максимальный набор навыков, которые, что называется, жизненные. Мы видим, что решения фирмы 1С очень гибкие, быстро дорабатываются, но при этом нужно знать еще и процессы предприятий. Здесь некая связь между аналитиком, между разработчиком, между внедренцем и базовые навыки, и теория, и практика. Опять же, три человека в одном, в рамках именно данного курса мы предполагаем, что они будут максимально гармонизированы и объединены в общую монолитную структуру. Сегодня много говорят о том, что существует большая потребность в IT-специалистах для того, чтобы реализовать большие планы, которые стоят перед цифровой экономикой Российской Федерации. Какими знаниями должен обладать тот специалист, который подойдет и начнет реализовывать эти проекты по цифровизации? Сегодня их реализуется достаточно большое количество, но требуется ведь еще много. Как вы думаете? Да, здесь проектов масса. То, что уже начато, то, что сейчас находится в стадии исполнения и огромные планы, дорожные карты по цифровизации крупнейших предприятий в России. Навыки очень интересны. С одной стороны, хотелось бы, чтобы человек понимал, как устроено предприятие, то есть как устроен бизнес, чтобы человек в том числе мог какие-то инструменты для автоматизации, для цифровизации знать достаточно хорошо. И именно исходя от бизнес-потребностей конкретного предприятия уже предлагать к применению конкретные инструменты системы. Но мы понимаем, что есть еще и третья составляющая. Зачастую процессы конкретного предприятия, конкретной организации уникальны. Необходима еще и третья составляющая — это поддержка уникальных процессов и уникальных ноу-хау конкретного предприятия. Здесь еще третья составляющая — это разработка. На совокупности понимания навыков применения продуктов плюс инструментов разработки. Мы считаем, что такой набор знаний действительно будет востребован на тех проектах, которые сейчас идут и которые будут в ближайшем будущем, еще долгие-долгие годы. Любые проекты всегда имеют свою специализацию, то есть проект реализуется в отраслях экономики и наших слушателей может интересовать в дальнейшем, какая у них возможностей трудоустройства в различных отраслях, потому что они находятся в городообразующих предприятиях, где преобладают определенные виды бизнеса. Какая у них перспектива по трудоустройству в областях экономики? От специалистов IT, кто профессионально работает с продуктами 1С, на текущий момент времени порядка 300 тысяч. Много это или мало? Казалось бы, это много, это огромная армия разработчиков-внедренцев, но, как показывает практика, таких специалистов не хватает. Даже мы наших партнеров опрашиваем, что мешает вам в части задач развития бизнеса, в части организации новых проектов. Это не конкуренция, это не пиратство, это не отсутствие заказов, а это, прежде всего, кадровая проблема. Уже долгие-долгие годы, в том числе то, что подчеркивают наши партнеры и то, что мы видим реально, это проблема кадров. Таких специалистов становится все больше и больше, потребности также возрастают. Но при этом можно сказать, что в рамках нашего курса мы создаем некий базис, некий фундамент, а дальше уже можно углубляться в конкретную либо отраслевую, либо функциональную, либо предметную тематику. У нас получается специалист, который понимает, как работает компания, которая умеет программировать, имеет базовые навыки и понимает, как устроены продукты. Дальше, исходя из того, какой дальнейший профессиональный путь он будет выбирать, например, машиностроение, химическое производство, нефтегазовый сектор, финтехорганизации, это одна отраслевая тематика, а с другой стороны, это тематика функциональная и предметная, то есть человек может стать профессиональным разработчиком, есть специальные курсы уже отдельные, человек может стать профессиональным внедренцем, то есть уже заниматься адаптацией решений, то есть здесь либо стать руководителем проекта, может быть даже в дальнейшем открыть какой-то свой бизнес, например, новую партнерскую организацию фирмы 1С. У нас партнеров порядка 8000, но вот мы очень ценим, любим наших партнеров и всегда рады, когда появляются новые партнерские организации. Поэтому здесь многообразие, то есть все пути открыты. В итоге ваша оценка, все-таки спрос на таких специалистов, которые мы подготовим, очень хорошо описали, а такого специалиста, извините, воспользуюсь вашим выражением три в одном, когда он прошел такую хорошую системную подготовку. На ваш взгляд, какой будет спрос? Мы не знаем разработчиков, внедренцев 1С, которые сидят дома без работы. Просто не знаем, в природе такого не существует. Мы очень плотно работаем с высшими учебными заведениями и согласно нашего видения и той информации, которую мы обладаем. Со второго курса все, кто занимается 1С, все уже где-то и что-то делают. Либо пишут программы, либо их внедряют. Спрос может открыть любой сайт, агрегатор работы и увидеть, что в топе всех вакансий, именно IT-вакансий, это специалисты 1С. Я, наверное, добавил бы, что я являюсь представителем университета, высшей школы бизнеса. На наших программах бакалавриата, магистратуры, конечно, тоже не существует последние 15 лет проблемы трудоустройства. Нам иногда задают вопрос. Но у нас другая проблема в том, чтобы они не уходили слишком рано в профессию. Все-таки для уровня бакалавриата, магистратуры существует, в первую очередь, для бакалавриата такая проблема. Спрос есть, и я думаю, что еще на ближайшие 10-15 лет спрос на специалистов, которых мы с вами готовим, я думаю, что будет сохраняться. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Алексея за интервью. Всем хочу пригласить потенциальных слушателей на нашу программу. И, пожалуйста, следите за анонсами. Мы предполагаем проведение еще дополнительных мероприятий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.